Добрый день! Вы находитесь на канале Вяжем на машине с Ольгой Юрьевой. Очень рада видеть вас всех и кроме того, буду очень благодарна за все комментарии, пожелания и, конечно же, лайки и добрые слова. Сегодня мы с вами вяжем митинги. Очень красивые, очень интересные и в то же время невероятно простые. У меня приготовлена пряжа. Это итальянская пряжа Меринос фирмы Ланагата с эластаном и фактически это 100% шерсть с небольшим количеством эластана. Благодаря этому наши митинги будут носиться идеально. Будут плотно сидеть по руке и вы будете носить их с удовольствием. Конечно же, вы можете связать такие митинги из совершенно любой пряжи. Самое главное при этом правильно сделать расчет. Я вижу митинги на довольно большую руку, длинные пальчики и поэтому для вас я скорректирую выкройку. И в конце этого видео вы получите выкройку на среднестатистический размер руки. Но сам принцип очень важно понять именно сейчас в процессе вязания. Во-первых, мы свяжем высокую резинку. У меня резинка 1х1. Если руки не очень худенькие, вы можете использовать резинку 2х2 через одну иглу. Я вяжу пряжи в 5 сложений. Мне нужно, чтобы митинги были плотненькие, чтобы можно было носить их не только сейчас весной, но даже и осенью и, конечно, зимой. Итак, первый ряд резинки на нолях. Два ряда круговых на плотности 2х2. Отключаю настройки кругового вязания. И на плотности 3х3 вяжу соединительный ряд. И продолжаю вязание резинки до 60-го ряда. На счетчике 59 рядов я увеличу значение плотности на обоих регуляторах и провяжу один ряд. Все это для единственной цели, чтобы было легко переносить петли. Все петли находятся на задней игольнице. Мы уже вяжем сейчас на одной фонтуре. Естественно, стоит однофонтурный нитевод. И плотность вязания я увеличиваю до 6 с плюсом. Получается, что плотность глади примерно в 2 раза больше по значению, чем плотность резинки. Обнуляю счетчик. Провязываю один полный ряд. И один ряд частично. Нам нужно убрать из работы 13 петель. Сначала справа, потом слева. Мы можем эти петли просто снять на вспомогательную нить. Можем их закрыть. Нам нужно любым доступным способом вывести их из работы. Пока что я выдвину их вперед. 13 петель. Это половина большого пальчика. Раз мы используем иглы, выдвинутые в переднее нерабочее положение, соответственно, каретку настраиваем на частичное вязание. Прохожу этот ряд. И то же самое мне нужно сделать с другой стороны. На короткое время я уберу из каретки основную нить. И могу провязать либо вручную эти 13 петель, либо заправить в каретку вспомогательную ниточку. И провязать несколько рядов. Чтобы основное полотно нам не мешалось, можно убрать его из работы. Эти петельки нам пока что не нужны. Я снимаю их с иголочек, а иглы убираю в нерабочее положение. То же самое я могу сделать и с другой стороны. Я знаю, что есть масса способов вывязывать пальчики на варежках и митингах. Это всего лишь один из них. 13 петель. Шести рядов вспомогательной нитки вполне достаточно. И точно так же убираю эти иголочки из работы. Троя вязания пока у меня просто свисают внизу. Возвращаю каретку в работу. На средней части у нас провязано два ряда. Эти два ряда у меня стоят на счетчике. И я продолжаю вязать. Но с единственным дополнением. С каждой стороны я буду выдвигать в работу по одной иголочке. Каждый ряд. Я поставила рычаг частичного вязания в положение H, чтобы все иголочки у меня вернулись в работу и начали вязать. То же самое с другой стороны. Делаю это только со стороны каретки. Мы будем прибавлять до тех пор, пока в работу не вернутся все иголочки. Но мне же не живется спокойно. И просто гладкие митинки это так скучно. Я придумала себе занятие. Мы выполним ручную декеровку. У меня петли сдвинуты в правую сторону. То есть центральная иголочка находится справа от ноля. И сейчас пропускаю 9 рабочих иголочек. И каждую десятую переношу на соседнюю иглу. То же самое и в другую сторону. Можно использовать ажурную каретку. Запросто. Здесь никаких препятствий нет. У нас на данном этапе нет игол, которые выдвинуты в переднее нерабочее положение. Естественно, продолжаем добавлять петли. Ажур выполняю в каждом втором ряду. Сейчас буду расширять наши уголочки. Точно так же вы можете сделать эти митинки жаккардовым узором. Абсолютно ничего вам не мешает. С учетом того, что петли мы прибавляем точно так же в каждом втором ряду. Прибавки и ажурные дорожки у нас будут идти параллельно. Рисунок вы можете придумать и сами. Ну, на мой взгляд, вот такие уголочки, они и хорошо смотрятся. И в то же время это один из самых простых рисунков. Продолжаю выдвигать иглу. Первый ажурный этап я завершила. Сейчас у меня последняя прибавочка справа. И слева. В работе 63 петли мы вернулись к исходному количеству игл. И продолжаем вязать по прямой до 72 ряда. Но параллельно в 44 ряду мы повторим ажурный узор. 44 ряда и вновь все то же самое. Каждая десятая иголочка образует ажурный пропуск. Можно полностью этот рисунок выполнить по всему рапорту. Но я повторю, вот так же незавершенный уголочек у меня останется. Хотя, конечно, можно его вывести в край, чтобы рисунок у нас совместился по шву. Вы выберите ажур, который вам нравится. Либо, может быть, пресс. Но хотя прессом не самый лучший вариант вязать прибавками, потому что проба слишком высокая у пресса. Продолжаю выполнять ажурные пропуски. И вяжем полотно по прямой. Ажурный узор завершен. И я могу продолжить вязание гладью. Могу перейти сейчас на резинку, чтобы получить плотное прилегание по пальчикам. Но мы с вами сейчас закончим митингу просто по прямой. Закроем открытые петли через колок, чтобы по краю митинок в готовом виде у нас был рулик, который очень деликатно закручивался наружу. Первый этап завершен легко и просто. Сейчас мы перейдем к вязанию пальчика. Я думаю, вы прекрасно помните, что 13 петель по краям нашей митинки мы убирали из работы. Здесь 13 и здесь. Мы сейчас начнем с этой стороны навешивать полотно на иглы машины. Я не отпариваю встречевое полотно, иначе открытые петли надеть будет проблематично. Петельки станут мелкими и очень плотными. Обратите внимание, изнаночной стороной к себе, если вы навесите пальчик другой стороной, у вас он будет связан соответственно изнанкой. У меня выдвинуто 13 петель справа от нуля и 13 слева от нуля. Когда я надела петли первой части на иглы, я дошла до отметки 0. Сейчас вспомогательную нитку спокойно убираю. Петельки ставлю в работу. Можно с обратной стороны сразу подвесить грузик коготки. Теперь то же самое я делаю и с другой стороной. Посмотрите, шов у меня оказался по центру, на отметке 0. То есть я фактически в круговую сложила нашу митинку. И точно так же все 13 петелек надеваю на иголочки. На пальчики мы не будем вывязывать ажурный узор. Хотя, конечно, если хочется, вы точно так же можете его вывязать. Здесь нет игол в переднем нерабочем положении. Очень важно не потерять последнюю петельку. Вот она малышка. Ее может слегка утягивать основным полотном. И точно так же распускаю вспомогательную нить. А на обратную сторону подвешиваю грузик. И нам остался совершенный пустяк связать пальчик на 26 иглах. Но сделаем мы это не просто так. Каждый ряд с противоположной от каретки стороны мы будем навешивать дужку от прибавленной петельки. Благодаря этому у нас образуются красивые ажурные пропуски по границе пальчиком. Теперь то же самое справа. Вот она дужка. Ее хорошо видно. Не добавляем петли. Мы навешиваем дужки на крайнюю иголочку. И не забудьте считать ряды. В общей сложности для пальчика мне с моей петельной пробой и с таким большим размером нитинки нужно связать 44 ряда. Четыре из них уже связаны. Старайтесь не вытягивать сильно эти боковые петельки. Нужно, чтобы они не были растянутыми и в то же время были все одинаковые. Мы закончим навешивать петельки в 26 ряду. 13 петелек нам нужно было прибавить. Соответственно, по 2 ряда на каждую петельку и получится 26 рядов. С этой стороны уже ровный край. 26 рядов и до 44 ряда. Просто по прямой. Точно так же, как и основную деталь мы закрываем большой пальчик через колок. И точно так же, за несколько рядов до конца вязания вы вполне можете перейти на резинку, чтобы было плотное прилегание. Я оставляю достаточно длинный хвостик, потому что этим хвостиком нам предстоит сшить пальчик и саму митингу. Смотрим, что получилось. Пополам еще не сшитое наше изделие. Уже на этом этапе видно, что все замечательно и красиво. Конечно, как я уже говорила, можно было довести до края полотна наш рисунок, но это уже полностью зависит от вашего желания. А я сейчас буду сшивать трикотажным швом. Вот у нас наш хвостик. Сначала я сшиваю вот этот шов по лицевой стороне. И после этого мне нужно сшить манжетку. Я не отпариваю митингу по той же простой причине. У нас все петли станут мелкими и собирать будет неудобно. А так я вполне вижу петельные столбики и мне удобно собирать иглой. Не забудьте досмотреть до конца. Там вас ждет выкройка. Здесь шов очень легко выполняется. Он идет прямо по краю по ровной линии. И по пальчику и по самой митинге. Ну вот наша красота и готова. Замечательные митинги. И в подарок для вас выкройка. Продолжение следует...